Этот сезон для подопечных Александра Суровцева был максимально сложным. Во-первых, он был дебютным, во-вторых, это пандемия, она все-таки вмешивалась в ход чемпионата по-своему, но здесь важно отметить, что все играли в равных условиях, почти. Ну и третий, это ставочный скандал внутри команды по итогу разбирательства. Несколько игроков основного состава были дисквалифицированы. Получилось ли? Я думаю, да. Да, во-первых, потому что в дебютном сезоне для барнаульской команды седьмого места в новой лиге вполне неплохо. Ну и завершить сезон на мажорной ноте, обыграть Носту, парадольских болельщиков. Я думаю, сегодня футболисты заряжены только на победу. Но все пошло не по плану. Спустя 18 минут нападающий Носты забил один из самых красивых голов в своей карьере. Прошел и удар, поворотом! Какой гол! С левой! И тогда барнаульцы разозлились. Все сравнял вечно молодой и неустающий динамовец Владимир Завьялов. Завьялов, а удар! Ну! Ну! Ну, наконец-то! А дальше барнаульцы, как говорится, наступили на свои же грабли. Бывший игрок молодежного динамо Данил Винтер забивает гол бывшему клубу. Атака Носты. Очень опасно сейчас. Левый фланг свободный. Внимание! 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 Это Данил Винтер! Один-два! Ой-ой-ой! Вот это опасный жест сейчас в сторону болельщиков Динамо! На последних секундах матча и наш голкипер Богдан Корюкин пришел в штрафную соперника. Но игру было не спасти. 2-1 победа Носты. Многие ждут, что я буду, наверное, что-то оправдываться перед кем-то или что-то говорить, что что-то у нас не так. Команда с умомальником бюджетом. То есть играют все свои, допустим, воспитанники. Заняла место ваша середина, поэтому, как бы, еще раз говорю, что я вины не чувствую ни команды особо, ни своей. Игра была обоеду острая. Где-то мы, собственно, песнями наступили на горло. Потому что на таком покрытии показывает тот футбол, который мы пропагандируем, ну, очень сложно. Вот, и поэтому я вам желаю именно городу приобрести, наверное, покрытие искусственное. По итогу сезона футболисты «Динамо» на седьмом месте из пятнадцати. Новоиспеченный чемпион нашей лиги «КамАЗ» из Набережных Челнов, который мы, кстати, победили осенью. Нам остается ждать следующего сезона и верить, что «Динамо» тоже когда-нибудь пойдет на повышение. Дмитрий Дроздов. День с толком.